Итак, с вами Добгай, и мы продолжаем освобождать всех рабочих мира, и рабочие Европы уже почти освобождены. Остается добить нам австрийский альянс, немножко тут различных таких полонезависимых стран. В Африке тоже продолжается медленная гачимуча, ну, рано или поздно оно закончится, как бы да. Так что тут мы должны справиться. И после чего нам надо будет думать, что делать с Канадой. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем, куда-нибудь сюда, там, туда-сюда, посмотрим. Плюс я буду еще больше заливать, наверное, оружие в США, пускай они там воюют, как говорится. Кстати, вот, да, здесь 70 военных взводов, а здесь 50. Ну, видимо, вот здесь вот было очень много, и они их захватили. Ну, я буду линдить, так сказать, до последнего. И будем также решать вопросики с Россией, я думаю, после этого. Кстати говоря, железный занавес, какой-то фокус, это что? О, это как раз-таки против нас, против как раз-таки литарской нашей коммуны, против рабочих. Они хотят поднять железный занавес, какой ужас. А потом еще и к Антанте присоединиться к жадным капиталистам. Конечно же, мы их остановим. Даже, наверное, примитивно. Здесь я переделал эти... А, капитулировал. Переделал, вообще-то, ваш фронт. Сейчас будем наступать на Австрию. Поехали. Судьба Белорутеней, давайте... Да. Белорусская коммуна. Блин, просто Белорусская. Я ждал Белорусской коммуны увидеть. А у них фокусы теперь разблокируются левые. Теории должны быть. Но, походу, походу нет. Походу, уже ничего не разблокируется, грустно. Итак, Германию. Я думаю, мы, кстати говоря, Рейнланд себе-то заберем, да? Подождите-ка, Фальт Западный Рейнланд. Окей, сейчас посмотрим, как там что-то нам скажут. Здесь, конечно, все маринеть, как логично. Можно какие-то территории от Белли Си забрать. Я бы даже, наверное, сказал, что... В принципе, ладно, давайте заберем себе... О, не можем, да? Частично. Фландрия. Да, именно Фландрия. Да, все, окей, все логично тогда. А, Волонию мы... Рекреет... О, не-не-не. Волонию мы ассимулируем. Южная Германия сейчас... Ой, нам сейчас границы, да, засорет. Ну, ладно. Что поделать? Северная Германия. Военная оккупация... Блин, забавная. Я же правильно понимаю, это типа зона оккупации? Да, это зона оккупации. Почти. Что? Не совсем. Нормально, как я хотел. Вот эти части Франции отходят, французским рабочим. Вот здесь вот создаем уже такие полупокерные зоны оккупации. Ну, и одна за другой, европейские страны падают, рабочие освобождаются, и они не смогут их остановить уже более. Наш мировой коммунизм ко всем придет. Говоря, помните этого молодого человека? Нам бы ему тоже залить оружие, кстати говоря, пока он не в войне с Цинем находится. А сколько у Циня войск? Не так много, но и тут не так много. Давайте вот сюда зальем прям... У нас же много снаряжения. У нас много снаряжения, кстати говоря, почему-то ПВО не хватает. Давайте этот странный факт, конечно же, исправим. Вот так, да, снаряжения у нас дофига, надо заливать союзников. И, конечно же, не забывать об авиации, потому что именно это, я думаю, может сделать разницу между одним ботом и другим. Так что заливаем им в кучу снаряжения, авиации. Я бы даже еще мог каких-нибудь, вон там, танков ему залить. Да, ЦМ, по-моему, это легкие, что ли. Давайте вот так вот зальем. Отлично. В Китае мы не будем сами воевать, это будет наша, так сказать, называемая прокси-война. И я думаю, вот сюда мы тоже можем залить еще снаряжение. Вообще, давайте, блин, вот, нельзя узнать, сколько ему, вот, чего. Давайте, ладно, просто всего понемножку. Ну как, мы можем, блин, узнать, у них не хватает танков, я вижу. Все, и механа, все остальное у них, типа, примерно хватает. Так что давайте их заливать. Просто все вот эти вот захваченные танки, а их очень много, управляем в Америку. Пускай воюют, мы все равно этим воевать не хотим, да и не будем. Ага, они пускай реализовывают все вот это вот, что мы позахватывали. А захотели мы, как вы можете видеть, реально прям, ну много различных единиц. Так что пускай радуются, я не против. И авиации мы им тоже, конечно же, зальем. Мы уже и так заливали. Ну давайте еще так, полуальненьких. Четыре сотки и две сотки штурмовиков. Поехали. Я думаю, ну с этим-то они должны победить, верно? Кстати говоря, заканчивается Manpower, что самое любопытное. И, блин, а, блин, мы можем просто вот это сделать. Не хватает у нас врагов фабрик, чтобы демобилизовать экономику. Ух, классика. Что тогда нам сделать? Перейти, я думаю, на частичную мобилизацию. Ну да, что делать? Ну, кстати говоря, Сицилия сделала Италию марионеткой. Прикольно. На самом деле, очень забавно и, наверное, неправильно. Может, мы, так понимаем, аннексировать в страну? В какую-то... Да, Германия, дать мне это устроит. Я бы не хотел сделать слишком много марионеток. А так, делаем из этих стран лояльное государство. И Литву, конечно, герцогство Балтийскому, вот этому вот союзу. Отлично, у меня устроят такие границы пока что. Ну, тогда надо Польше отдавать, конечно, будет. Вот теперь, кстати говоря, между сейвами подзагрузились. И да, тут, конечно, цифры прям впечатляющие, я бы сказал. Но в основном, видите, здесь Индия теряет людей. И на самом деле, вообще казуально. Такая, блин, я потеряла, что тут, полтора миллиона? Да и похуй, у меня только добровольца пока что в армии. Повыше немножко призыв. Надо будет еще к комуни немножко залить, как будто бы старе жатье. Но, блин, не знаю, они вроде бы и сами. Давайте посмотрим, что тут у них. Сами вроде справляются. Ну, потихоньку-потихоньку они, я думаю, смогут победить. Тем более, что, может, мы в один момент сможем еще и сами помогать им. Здесь с Россией граница получилась такая. Не очень приятно, удобная. Но ладно, если они зайдут сюда войска, они умрут. Ну что ж, страна сатрудной капает, и остается лишь Австрия. Остается в Вену, я бы сказал, в Австрии. И реально все будет закончено. Где-то там высаживаются. Кто-то пошутил, видимо. И вот оно и случилось. Австрия тоже пала. Европейские все порядки мы, я думаю, уже разрушили. Секс лишь Россия с такими восточно-европейскими порядками, которые тоже надо будет еще сейчас разрушить. Ну, я думаю, надо не терять времени и сразу, пока наши войска все еще в Европе и готовы к битвам, идти на юг и восток. Только единственное, надо помнить, что у России есть вот здесь вот еще варионетки. Варионетка Турция и союзник Греция. Я думаю, на Грецию стоит... Так, Сербия... Ага, вот здесь какая ситуация интересная. Сербия независимая просто. Давайте Гран-Фрилки наши пойдут в Грецию, потом, возможно, в Турцию. Армия все так же там. Ну, вот пехота пускай отправляется на восток. Будем идти сюда. И более того, давайте, знаете, что поделаем? Колобков, а то... А то потом идти до Сибири глубокой как-то, ну, не сильно хочется, честно говоря. Поэтому давайте раскидаем шпионов и сделаем Колобков. Кстати говоря, Власов все просто сидит и ничего не делает. Ванфакт придется построить вот так вот железную дорогу, чтобы здесь войска снабжались. Как бы, я думаю, все-таки стоит завести туда, потому что мне впадлу как-то фронт вот здесь вот ставить, что-то туда переставлять. Просто пускай зайдут, будем туда достроим уже ЖД, так и быть. Итак, тут мы все сделали в целом-то. Так, давайте-ка, да, пропускаем эти фокусы прекрасные. И пока что здесь ничего недоступно. Как будто у нас должны были выборы быть в 41-м году, но выборов нет. Как говорится, немножко неловко получилось, но непонятно. Что дальше делать с этими фокусами? Видимо, ничего. Ой, наконец-таки Россия решилась уже атаковать Власова. Ну, скоро тут мы уже решимся атаковать Россию. Не, ладно, еще не скоро. А пока что мы просто пушим здесь, и нам что еще делать особо-то? Особо-то ничего. Любопытный факт, а Аляски-то тоже коммунисты восстали, а? Вот это, конечно, интересная ситуация, но никак они больше ни на что не влияют, просто они там есть. Ну, ладно. Сербия обосновывает цель против Хорватии. Блядь, Сербия, ну... Ты уверена, что хочешь обосновать цель против этого блока? Мне кажется, она ошибается. Но, судя по всему, это уже решено. Подлак какой-то что-то происходит. Нет. Причем она еще одна, у нее в теории должны были быть союзники, но она прям одна-одна. Ну, ладно. Сколько нам стало до войны с Россией? 25 дней. Я думаю, мы, в принципе, Грецию, так сказать, добьем. Мне, кстати говоря, вот территория тоже национальная, это надо помнить. И пойдем после этого на Сербию, этой же коротко-стрелковой армии. Там еще некоторые гачи-мучи происходят вот здесь, но мне слишком впадло туда, как далеко плыть. Так что, по нему я даже не задумываюсь. Швеция, кстати говоря, в Финляндии я дал полностью России, что за Швецию я думаю буду сражаться, чтобы забрать ее всю. Все-таки хотелось бы здесь все контролировать, потому что Норвегия, допустим, наша. Таким образом можно было бы... Хотя, можно было бы из такой логики и это, и Финляндию забрать. Ну, ладно. Раз уже отдал, так сказать, уже с доброволи, я думаю, хватит. Блядь. Пропустил. Ладно. Сделай вид, что не пропустил. И да, Россия вступила в Антанту, правда, еще не вступила в войну. Но мы же понимаем, что это вопрос времени, а значит, бить надо первым. Если драка, неизбежно, верно? А значит, новые 1812-ые? Призываем миллион человек к войну. И где 1812-ые? Хоть не 1984-ые, конечно, слава богу. Да, но, тем не менее. Неплохо, вроде как все у нас начинается. Что у нас по потерям? А, Россия в Антанте будет, да. Ну, солидно. Самое главное... Так, Париж против Москвы. Да, началось оно. Окей. Вопрос вот в чем. Мы успеем? Блин, ну, как будто да. 200 дней, я думаю, еще будет вестись война. Думаю, будет очень важно еще как раз-таки себе набить колобка, чтобы побыстрее капнуть. Потому что иначе будем идти очень далеко. Блин, и несмотря на всю нашу военную помощь, а мы закинули им просто тонну снаряжения, все равно синдикаты проигрывают техкоокеанских штатам Америки. Блин, ну вот это все перемирие заруинило. У нас все было супер отлично. А потом вот это вот скриптовое перемирие, на которое бот соглашается. Ему накидывают дебафы, вместо того, чтобы без дебафов додушить. Потому что он-то сильнее. Бот под этими дебафами сидит и гниет просто. А у техкоокеанских штатов хотя бы какие-то еще бафы сверху есть. Они как бы, ну, вон, живут. Да, тут видите, сколько всего. Здесь же, здесь же бот сосал просто. Не знаю, что еще сказать. Вот сопротивление туда-сюда, вот это вот. Ну и тяжко-тяжко. Ну, на сток мы идем без особых проблем. Все-таки наша пехота уже опытная, наши генералы уже очень опытные. Пионы мастера снабжения себе взяли. Так что все отлично. И уже начали колобок делать. Так что тоже закончим мы побыстрее. Ну и в Греции мы же тоже наступаем, помните, да? Я вот уже забыл даже. Но забыл я не просто так, забыл я потому, что тут, ну, в общем-то ничего не происходит. Вообще нигде здесь ничего не происходило. В Рейнландии тоже ничего не происходило, да? Вы помните. Но, в общем-то, очень быстро с греками мы здесь распро... С греками рабочие греков очень быстро освобождаются. Вот и кап Греции произошел. Отлично. Теперь нужно вот здесь вот сделать фронт и запушить пойти Турцию. Мы так тихонечко обнимаем Сербию, намекая их, что, блядь, не надо. Не надо. Вы еще молодые, как говорится, эта тема не для вас. А вот и мы, кстати говоря, Петроград взяли. Отлично. Ну и потихоньку идем до Москвы. Кстати говоря, у нас здесь танки не идут, а тренируются. Ладно. Бывает такое. Так, ничего, теперь они идут. Отлично. О! Зимолония стала вообще национальной. Это прекрасно. Вообще прекрасно. Ребята, вот как вы можете сказать, что мы что-то делаем недоброе или плохое, что в Рейнландии мы там что-то делали, вот это все слухи, Антанта распускает. Когда мы под гражданским надзором, и даже никто не сопротивляется, мы даже не стреляем в людей. Даже военная полиция у нас здесь не присутствует в наших оккупированных территориях. Кстати говоря, что это произошло? Что-то невероятно мерзкое. Давайте это убьем. Блин, я кажется, по-моему, мы, наверное, через Керчь, что ли, прошли. Вот тут вот. Хотя, блин, непонятно, очень смешно как-то получилось. Но вообще не очень смешно, потому что очень фронт из-за этого некрасивый стал. Ну ладно. О, Альцарта Таринга тоже интегрировалась. Это отлично. Ну, Россия очень быстро набирает потери, но вообще мы не отстаем тоже, на самом деле. Ну, воюем пехотой в 43-м году. Как бы, что тут отставать? Сложно отстать. И падение Детройта. Ну, все, да, синдикаты, походу, все. Я уже не вижу смысла, что-то давать, потому что они просто не могут ничего использовать. Они все еще какие-то войска где-то непонятно держат. Ну, вообще, объективно у них, наверное, манпауэр заканчивается. Хотя нет. Непонятно. Ну, здесь тоже, типа, все русские проходят службу, но все равно. Они что делают? Ну, наверное, разница просто в модификаторах и все. Типа, я не вижу другого. Я все их там не разглядывал, модификаторы. Блин, вот здесь вот меня бесит то, что... Я вот пытаюсь вот сюда пройти, мне не дают. Я так понимаю, здесь что, флот какой-то стоит или что? Ну, давайте я вот так сделаю. Все сюда. Типа, ну, что это за... Ликвидировали мы вот это окружение. Вот это их вылазку. Потеряем в России уже 2,3. 2 миллиона таз, вон, от них 750 потерь тысяч. Немало тоже, на самом деле, стоит признать. Ну, ничего, на штанге теперь можно перебросить нормальность. Здесь, кстати говоря, нереально. Тут перешейк выделить, если делать здесь фронт, вообще нереально. Значит, да, нереально оттуда нападали, видимо. Ну, а мы здесь делаем вот такой фронт. Сейчас будем танками просто пушить куда можно. Куда пушиться, как говорится. Ладно, здесь я тоже разобрался с этими затролками. Так сказать, кто еще кого затроллит? Это уже профессиональный тролль в этой игре. Меня так просто бот не затроллит. Но, конечно, насрали они знатно. Самое еще смешное, что вот эта вот Мексика, она просто ничего не делает. Она просто существует. Она была бы на Америку напасть в синдикат, вступить, что угодно сделать. Она просто существует, это странно. Вообще, я обстрелал фокусы в Мексике. Здесь их очень много. И, блин, я, наверное, в скором времени, может быть, даже в следующей партии, сыграю за Мексику. И сделали мы первый колобок. Дает нам еще немножко поменьше возможности захватывать их провинции. 50% даже мы кританули, так сказать. Отлично. И сейчас надо взять Москву, потому что я подозреваю, что следующий пункт, где можно шпионов закидывать, нужно, точнее, будет не здесь. Но давайте уже, как минимум, попробуем начать вот это делать. Да, 175 дней вообще вполне себе возможно, что мы за 175 дней еще не капнем их, потому что, ну, идем мы не так быстро, конечно. Тут уже 3 миллиона потерь, но, я думаю, в принципе, плевать, да? Ну, да, так и 2 миллиона, рекруты, только добровольцы. Отлично. Ну, и, конечно, для времени у нас все еще продолжается война в Африке. Просто они продолжаются. Я вам отвечаю, здесь люди, которые сюда вернутся с такими ПТСРами, здесь постоянно не хватает припасов, постоянно там какие-то обстрелы в Африке, пустыни, какие-то джунгли, какие-то животные агрессивные и враги агрессивные, пиздец, короче. Просто адские территории, но мы пушим, мы успешно пушим. Вообще еще причина, почему мы так мельно пушим, потому что свойств, на самом деле, не так много. Мы всего лишь тремя пехотными армиями пушим. Вот это одно и танковое небольшое, то есть, как бы, но у нас концентрация войск очень небольшая. Думаю, в принципе, только, я бы сказал, плюс-минус из-за авиации так пропушиваем. Ну, ладно, типа, нам, в принципе, уже на ресурсы не так сильно важно обращать внимание. Вот мы и взяли в Москву. Вообще, кстати, они там не заходят? Мне вроде вряд ли, я думаю, где-нибудь вот даже меньше еще, господи. Улетело. Да, мы капрелили уже три главных города, но все еще далеко от КАПа. Ну, в арсаппорт еще провалится немножко, верно? Да. И, я думаю, колобок, да, все-таки успеет, может, еще и сделаться за полгода. То есть, мы еще пропаганду здесь вести на минус ставку, минус поддержку войны, но что-то с этим вообще как-то не получается особо. Ну, может, еще несколько процентов успеет накапать, может, чуть-чуть заимпактит. О, смотрите-ка, Канада с коммуной замирилась, а это значит, что, что для пизда. Ну, да, так и есть. Комуна, получается, перемогли. Отлично. Этим я доволен. Ну, когда-то, блин, я сделал вид, что я с ней... А, подождите. Я хотел сказать, я сделал вид, что я с ней на белый замирился. А тут, может, Британия сейчас тут туда-сюда, вот это вот, и вот в Канаду, да? Слушайте, слушайте. Ну, тут есть шансы. Надо им только здесь это немножко проложить вот этого вот. Дороги железные. Это даст им хотя бы немножко припасов, ну и порт давайте здесь. Бахнет, просто припасы сразу потекут по АЖД. А морская база не сразу будет. Блин, мне не хватило. Здесь слишком жирные девизии для того, чтобы от этого АЖД павать. Ладно. Тогда... Тогда порт пускай достроится. Я думаю, там смогут запушить. Здесь мы все тоже продолжаем пушить. Вообще, очень солидно. Блин, слушайте. Мы как будто успеем капнуть до колобка. О, ты ли капнула. Вдали я хочу отдать полностью Индии, так что, ну, даже вот так будем делать. Помогать ей сами. Павать территории. Отлично. Ля, какая Индия? Ну все, ну все, пора. 99%. 98, ладно, было. Сейчас вот... А, ну мы взяли уже Екатеринбург, блин. Значит, надо еще попушить куда-то. Или... Или Россия капитулирует. Ой, тут... Так вот странно поделилась территория. Ну, ладно, допустим. И да, нам реально надо капнуть еще в Канаду. И мы сможем на этом замериться всей Антантой. Ой, перетанцы со снабжением начали атаковать. Отлично. О, Китайская Народная Республика напала на концессии. Прекрасно. Это, кстати говоря, наш противник тоже. Да, видимо, видите, ленд-лиз на них дошел. Они такие, блин, ну... Надо помочь нашим друзьям-коммунистам. Они дали нам оружие. Можно и их противника вот этих вот добить. Ну, а чего нет? И правда. Падение Гонконга произошло. Кстати говоря, это значит, что весь Китай будет воевать теперь с Антантой. Это как минимум забавно, а... А, нет, мне сюда не надо, ладно. Да, я с Японии-то, я не воюю, ладно. Оставим это все на китайских наших друзей. А коммуна начинает свой крестовый поход на юг. Финальный, я бы сказал, освободить юг от федерации Раджей. И здесь северо-португальская колония еще, которую они тоже, я думаю, могли бы потом освободить. Ну, и синдикаты догнали просто уже в Новую Англию. И тут, я думаю, они погибнут. Я не вижу у них никаких шансов на камбэк. И самое интересное, что я никак не могу в это вмешаться. Ленд-листы я им уже, ну, как-то особо ничего не могу дать, да. Как бы я и так вроде надавал, у них так должны быть запасы. Типа, хз даже. А вмешаться в войну именно напрямую я тоже как бы никак не могу. Так что, ну да. Я ничего сделать не могу. А вот этих ребят модификатор на минус тнп тут кайфуют. У них как будто войны нету. Если они вот этого почти не чувствуют. А здесь все, здесь типа, пока гражданка не закончилась, они не могут развиваться. Очень сломанная на самом деле фигня. Когда-нибудь война в Африке тоже закончится. Но не сегодня. Распадение Нью-Йорка произошло, и за ним Бостон, да, и все. Тихоокеанские штаты объединяют Америку. Слушайте, знаете что? А меня, в принципе, устроил бы конец истории здесь. Единственное, конечно, Россия не замерится отдельно, это неудобно. Но так, наша Франция очень истощена войной. Я бы сказал, очень неправда. У меня ведет очень жестокую войну вот здесь. Здесь еще продолжается война. Здесь наши ребята не смогли победить, да. Выстоит может быть опасной. Поэтому, я думаю, Франция, французская коммуна, пролетариат, решает, что нет смысла жертвовать кучу людей ради того, чтобы добить Америку. Раз там уже синдикаты проиграли. У нас все еще есть в Америке наши, так сказать, страны. Если на них кто-то позарится, мы им покажем поддержку. Но пока они не хотят вступать в войну, зачем нам как бы туда лезть? Там буквально как бы залезть некуда, несмотря на то, что там есть социалисты. И, в принципе, разные левые силы. Здесь, как бы, война, можно сказать, закончится в Африке. Вот эта велотекущая война будет продолжаться еще много лет. Возможно, победы к коммуне потом, возможно. Нет. Индия спокойно обидится под коммунной парада. И французы также будут поддерживать Китайскую Народную Республику Китая, который все еще, скорее всего, после войны с Японией будет очень разобщен. И лидер там еще будет неизвестен. Я бы сказал, что такая неопределенность во многих регионах, на самом деле, тоже вполне заслуживает такой концовки. Италия после гражданской войны так и не определилась с тем, какой ей быть. Да, территория на своей все еще не все восстановила, даже потеряла лишнее. А по-римски здесь все еще имеет лазь, хоть он и бареонетка. И здесь мафия правит на юге. То есть централизации никакой не произошло. Германия разрушена. Балканы тоже имеют какие-то альянсы свои, но по факту они просто окружены интернационалом. Значит, вряд ли они смогут сопротивляться ему. Ну и нетронутый, наверное, остался только египетский пакт, этот каирский, который тоже, в принципе, никуда подвинуться не может, ведь он буквально окружен нашими силами. У меня такая концовка, как минимум, я думаю, устраивает. И все должно заканчиваться тотальной победой одной стороны. Хоть мы и тоталисты. Так что не будем больше жертвовать жизнями рабочих. А с вами Бан Дуб Гэй. Если вы вдруг еще не подписаны, пожертвуйте подписку стримеру. Оставляйте комментарии, лайки, ребят. В виде дискорд все как обычно и до скорых встреч. Пока.